Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит, показывает Лопадом. Сегодня речь пойдет об «Идиоте» Фёдора Достоевского. Один из главных романов Достоевского, и для меня, наверное, важнейший, хотя путь мой к этому роману был очень сложен, это не «Братья Карамазовы», которые были прочитаны в лёд, за один присест, в захлёб просто, да, и навсегда отпечатались в моей памяти. «Идиот» — роман сложный и очень актуальный. Об этом как раз великолепная сопроводительная статья Бориса Дорьяновича Минаева. Статьи в серии «Сквозь время» они все специально подобраны так, чтобы открывать какие-то новые, непохожие на всё то, что уже исследовалось и писалось об этих произведениях, стороны произведения. И классическая вещь «Идиот» — это вот самое, что есть расклассичное классик, как я люблю говорить. Значит, это, конечно, та книга, которая в 20 веке обливала совершенно новое звучание. Для начала немножко о том, кто такой князь Мышкин. Разумеется, христологическая тема в этом романе очень сильна. Это тот мотив, от которого Достоевский отталкивался. И об этом вспоминают очень часто, и Минаев тоже об этом вспоминает, когда он говорит «то моё самое любимое животное — это осёл», — говорит Мышкин. Мы сразу должны вспомнить ослика, на котором Иисус Христос въезжал в Иерусалим. Осёл, в отличие от лошади, — это библейский образ. И чем так он важен? Почему именно на осле, допустим, не на жеребце в прекрасном белом коне? Нет. Лошадь в те времена, в евангельские и позднее, — это всё-таки был символ войны. Воины пользовались это его. Осёл был символ мира, исключительно мирного труда. Это было не просто домашнее животное. Это было животное, на котором передвигались жители исключительно мирные, с небольшой скоростью. Это было очень неприхотливое существо. То есть это такой вот был бытовой транспорт, что называется. И ослик с тех пор стал как раз символом такого мирного, неторопливого, но очень-очень ясного и очень-очень понятного вхождения в человеческую душу, в человеческое сердце. Вот эти библейские метафоры, как пишет Минаев, были совершенно непонятны школьникам 70-х годов. То есть было абсолютно для них закрыто, о чём они там спорят, что они говорят, что хотел сказать им Достоевский. Но кроме библейского пласта в этой книге очень много всего. Допустим, Борис Дорьянович Минаев обращает наше внимание на то, что книга полна цифр. Огромное количество подсчётов, расчётов, конкретных сумм, 100 тысяч, 30 тысяч, да, вот всё время упоминается вот это всё. Эти цифры связаны не только с образами Рогожина, допустим. Это и, пожалуйста, и Ганя, и, значит, Анастасия Филипповна, они постоянно, вот эти ассигнации пересчитываются. Можно целую экономику романа выстроить. Это, конечно, напоминает больше всего книгу, которую я не люблю у Джека Лондона. Это Мартин Эйден. Книга гениальная, но мне она почему-то не пришлась по душе. Есть, например, такая ещё особенность «Идиоты». Это роман, в котором мы сталкиваемся с противоречием. Дело в том, что язык Достоевского многие читатели не понимают. Но надо разделять язык автора и язык персонажей. Как только они начинают говорить, исчезает всякое желание закрыть книгу, потому что ты понимаешь, что это живая речь, выдернутая из контекста. Настолько образно, настолько исповедально, настолько горячо они рассказывают, каждой свою историю, свои чувства, что совершенно невозможно оторваться. Ты просто понимаешь, что этого персонажа ты будешь понимать лучше, чем любого другого. Сколько бы страниц автор не потратил своим собственным языком, описывая его, персонаж всё равно будет сильнее, ярче. Он сам разоблачается перед нами. И это потрясающе. Вот «Идиот» ещё очень важен тем, что, и опять же, Минаев в статье это подчёркивает, совершенно изменилось восприятие образа князя Мышкина. Для XIX века это действительно был адекватный название у персонажа. То есть не просто Дон Кихот такой, а человек глубоко не от мира сего, а значит, не имеющий права считаться полноценным членом общества и разумным, достойным всяческого подражания, уважения человеком. То есть «Идиот» — это было прямое звучание. Сейчас звучание стало иносказательным. Во-первых, мы совершенно по-другому относимся к людям с различными свойствами, особенностями психики. Это просто по-другому совершенно всё воспринимается и звучит. Во-вторых, для нас парадигма сменилась. Важно то, что говорил Далай-Лама в XX веке. Мир устал от успешных людей. Мир больше не нуждается в так называемых «успешных людях». Мир нуждается в понимании, сочувствии и сострадании, а не в вашей успешности, не в вашей карьере. Ваши достижения — это иллюзия, а ваше сострадание — это и есть единственная реальность, которая нужна человечеству. Это очень сильная мысль, и она перекликается вот так вот от Достоевского до Далай-Ламы. Это очень большая парадигма. И она перекликается со всеми практически значимыми художественными произведениями XX века. Потому что больших испытаний человеческому гуманизму и всему тому, что так важно для князя Мышкина, и всему тому, что так важно для его автора, не подвергалось, по-моему, человечеству никогда до этого века. И сейчас, уже в XXI столетии, эту по-прежнему совершенно бессмертную книгу, в которой отошло на задний план многое. Для меня, например, однозначно отошло. Нам не так уже важны тайны Рогожинского, вот этого вот зловещего поступка. Нам не так важны перипетии с Анастасией Филипповной. А вот образ главного героя, он волнует, он притягает, и он еще со времен великолепной советской экранизации Ивана Пырьева, которая сразу после сталинскую оттепельную эпоху была снята, вот еще с тех времен как-то стала особенно значимым для этого романа, и мы совершенно четко понимаем, что будут и будут интерпретировать и обсуждать князя Мышкина до тех пор, пока вообще читают русскую классику. Это гениальный роман. Он удивительный. Он стоит в центре, во всяком случае, среди тех книг, которые стоят в центре русской литературы. Совершенно точно, их таких текстов 5-6, но они вот образуют золотую сердцевину классики. Идиоты читают не менее, чем преступления и наказания по всему миру, потому что, еще раз говорю, парадигма сменилась. Вот это вот мировое мышление поменялось, и оно совершенно по-другому сейчас воспринимает образы романа. И, конечно, для Достоевского это была эпохальная вещь. Читайте, наслаждайтесь. Великая классика на все времена. Тот роман, с которым, возможно, вы, как и я, разминулись в школе, не встретились вовремя, потом еще принесет вам массу удовольствия и огромное количество пользы, да, и понимания окружающего мира. Только классика на это способна раскрываться вот так с годами. Спасибо за внимание. Спасибо.